Оповестить жителей и гостей Сочи о возможной сильной непогоде – это еще одно поручение, причем не менее важное, учитывая возможные последствия ливня и ураганного ветра. Даже если непогода окажется не такой сильной, соответствующие службы должны быть на готове всегда, подчеркнул глава Сочи. Впрочем, это не отменяет повседневной работы структур. Например, те, кто должен объяснять сочинцам важность формирования фонда ремонта многоквартирных домов. Согласно законодательству, из бюджета деньги на это больше выделяться не будут. И люди сами должны решить, каким из нескольких предложенных способов они будут эти средства собирать. На территории Краснодарского края, в соответствии с жилищным законодательством, краевым законом, создавал фонд капитального ремонта. В городе Сочи участвуют 2456 многоквартирных жилых домов. В ходе проведенных семинаров на базах районов были эти разъяснения данных. 5 рублей 32 копейки за квадратный метр – таков собираемый на ремонт минимум, установленный в Краснодарском крае, чтобы всем было понятно, как и когда заработают собранные деньги, нужна еще большая разъяснительная работа. Разъяснительно по каждому двору собрать людей, потребовать от Лаврайона, чтобы была организована работа с разъяснением, что они могут воспользоваться или тем, или иным фондом. Если они этого не делают, то за них примет решение муниципалитет. Разъяснения нужны и в другом деле. По-прежнему далеко не все владельцы частных отелей платят налоги, делая вид, что у них не гостиница, а частный дом, а это прямой ущерб городской казне. Именно из которой финансируется, например, строительство и ремонт детских садов и больниц. Так что меры в отношении недобросовестных предпринимателей будут ужесточаться. Но, напомнил Анатолий Пахомов, все будет по закону. Благо, он позволяет навести порядок в этой сфере. Сверяться с законами постоянно приходится и сотрудникам Центра по оказанию помощи людям, прибывающим из юго-восточной Украины. При трудоустройстве иностранных граждан нужно учитывать массу нюансов в трудовых и миграционных нормативных актах. Но, подчеркнул глава, нужно прежде всего быть людьми. Запомните, чужой беды не бывает. И детей в школу устраивать, и по возможности людей пристраивать. В работе штаба, который координирует эти действия, участвуют представители всех структур городской администрации. И уже сейчас многие люди, которые обратились за помощью, ее получили. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.